Привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Олеся Медведева, и прямо сейчас мы с вами будем подводить итоги уходящего дня, а после этого видео я публикую еще одно видео, которое будет посвящено одной немаловажной, как я считаю, теме, но прямо сейчас говорим о том, что произошло на фронте и не только 18 августа, с чем приезжал Эрдоган и генсек ООН, и что из этого всего, собственно говоря, вышло. На Донбассе бои продолжаются по всей линии фронта, от Северска до Углидара и, согласно сводкам, генштаба ВСУ отбивает почти все атаки противника. Первая горячая точка, ну если прям брать и выделять, то это Северск, а вторая Бахмут. Также продолжаются атаки на соседние населенные пункты Солидар, Бахмутская и Зайцево. Трасса Солидар-Бахмут на данный момент находится под контролем Украины, об этом пишут российские телеграм-каналы. Далее, что касается фронта к западу от Донецка. В районе Авдеевки и соседних населенных пунктов особых изменений за минувшие сутки не было. С обстрелами ситуация самая напряженная, ну если брать сутки минувшие, в Харьковской области. По последним данным, в Харькове после вчерашнего обстрела погибло 13 человек, еще 40 получили ранения. Ударами были разрушены два общежития в Салтовском и Слободском районах. Минобороны Российской Федерации утверждают, что били по базе иностранных наемников. И в результате, как они утверждают, было уничтожено более 90 боевиков. В то же время, харьковские власти гибели военных не подтверждают. И говорят о том, что жертвами стали мирные жители. Сегодня, как я уже говорила в начале этого видео, в Украину с визитом приехали генсек ООН и президент Турции Реджи Пердаган. Они встречались с Зеленским на западе Украины во Львове в трехстороннем формате. Изначально активно ходили слухи касательно того, что оба гостя будут убеждать Зеленского сесть с россиянами за стол переговоров. Сегодня же эти предположения просто наводнили, заполонили турецкую прессу. Сообщалось, что Эрдоган может выступить с инициативой хотя бы временного прекращения огня в Украине, а также посредничеством Анкары при обмене пленными. Ну и, конечно же, активно писали о том, что турецкий президент предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным. Мол, о такой готовности Эрдогану заявил сам президент Российской Федерации, когда они довольно недавно встречались в Сочи. По данным источников телеканала CNN Turk, Москва якобы смягчила свою позицию и согласилась встречаться с Зеленским без предварительного утверждения дорожной карты, чтобы уже непосредственно на встрече определить порядок действий и решения, которые будут приняты во время этой встречи, уже передать рабочим группам. Впрочем, отмечу, что со стороны России подобных заявлений не звучало. В общем, первый после 24 февраля визит в Украину президента Турции Эрдогана породил множество слухов о том, что турецкий президент везет некий план прекращения войны, который он собирается предложить Зеленскому. Диапазон слухов был, знаете ли, такой очень обширный, начиная от временного, как я уже сказала, прекращения огня и заканчивая каким-то компромиссным договором, ну то есть в результате которого война вообще заканчивается. Параметры этого соглашения также обсуждались самые разные, начиная от корейского сценария, который мы тоже с вами обсуждали, до отступления российских войск на линию до 24 февраля этого года. Там обсуждались, конечно, вообще очень разные вещи, от широкой автономии Юго-Востока Украины до полного нейтралитета и демилитаризации приграничных регионов, ну там и прочее. А также в обмен на снятие санкций Запада с Российской Федерацией. Пока, конечно, нет никаких доказательств достоверности этих слухов, непосредственно трехсторонняя встреча проходила всего 40 минут, но до этого Зеленский отдельно общался с Эрдоганом и отдельно с генсеком ООН. По одной из версий, главная задача Эрдогана сейчас была вообще не Украина, а отвлечение или же переключение внимания от готовящейся военной операции Турции против поддерживаемых американцами курдов Сирии, а также минимизации сопротивления этой военной операции на международном уровне. В первую очередь ООН. А здесь, ну как бы очень удобно получилось, генсек ООН приехал. Хотя, вероятно, опять же таки, кроме всего прочего, Эрдоган предложил Зеленскому возобновить переговоры с Москвой. И точно такое же предложение он сделает или ранее уже сделал Путину. Однако, на данный момент очень маловероятно, что какая-либо из сторон или обе стороны примут это предложение возобновить переговоры. На данный момент и Украина, и Россия находятся в фазе попыток реализации своих публично заявленных ранее целей. У Москвы, напомню, это выход на границы административной Донецкой и Луганской областей, принуждение Украины к нейтральному статусу, демилитаризация и деноцификация. Плюс еще есть публично неартикулируемые моменты, но те, которые активно обсуждаются в СМИ, это взятие всего юга Украины, вплоть до Приднестровья. Заявленные же Украиной цели – это освобождение захваченных после 24 февраля территорий. И в ближайшие месяцы покажут, насколько каждая из сторон в принципе могут достичь своей цели хотя бы частично. В украинском случае это может быть возвращение правого берега Днепра Херсонской области, а в российском – выход на административные границы Донецкой области. И если как минимум одна из сторон убедится, что в ближайшей перспективе цель не является достижимой, а дальнейшее продолжение войны имеет слишком большие риски, тогда и возникнет снова такой вариант, такая опция, как переговоры. Хотя даже в этом случае вероятность того, что переговоры возобновятся, не стопроцентная, поскольку есть опция, которая тоже могут воспользоваться – это война на истощение. Но, по крайней мере, тогда будет о чем говорить. Но вариант переговоров, конечно же, мы стопроцентно отбрасывать тоже не будем. И вот тогда, если они, конечно, есть, эти наработки Эрдогана, тогда-то они и могут пригодиться. Сейчас очень вряд ли. Еще одна тема встреч в Украине сегодня – это ситуация на Запорожской атомной электростанции. В основном именно по этому поводу и приехал Генсек ООН. В связи с его визитом Минобороны Российской Федерации обвинила Украину в подготовке какой-то резонансной провокации на Запорожской АЭС, в результате которой, как они считают, украинские власти будут обвинять Российскую Федерацию. В Москве утверждают, что командование оперативно-тактической группы Днепр развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки по действиям в условиях радиационного заражения местности. При этом Российской Федерации заявили, что тяжелых вооружений ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Говорят, что там есть только подразделения охраны. Украинская же сторона заявляет, что на территории ЗАЭС и возле нее находятся вооружения, а также боеприпасы армии России. И, судя по всему, провокации ждут завтра, поскольку назначенные Россией власти в Запорожской области анонсировали завтра онлайн-трансляцию, которая будет вестись с беспилотников в рамках ожидания какой-то провокации от Киева. В Украине на это ответили в Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО. Там опровергли подготовку провокации. Учитывая установление фактов почти непрерывных провокативных обстрелов Запорожской АЭС оккупационными войсками, сообщение о провокациях силами обороны Украины не соответствует действительности и является откровенной дезинформацией, сообщили они. А гурминобороны Украины заявили о том, что это Россия готовит провокации на ЗАЭС. Ну, в принципе, ничего нового. Те обвиняют этих, а эти тех. На фоне этого в России продолжают делать громкие тоже заявления. Там сообщили, что допускают отключение 5 и 6 энергоблоков ЗАЭС, что, по сути, приведет к остановке станции. Ну, и этот вопрос, имеется в виду отключение станции, может быть рассмотрен, как утверждает российская сторона, при продолжении негативного развития ситуации с, как они выражаются, украинскими обстрелами. Здесь, конечно, нужно напомнить, что сейчас у сторон два разных подхода к решению этого конфликта вокруг Запорожской АЭС. Российский подход состоит в том, чтобы инспекция МАГАТЭ прибыла в Энергодар через подконтрольную России территорию. В Москве говорят, что проезд через подконтрольную Киеву территорию небезопасен. Украина же, я напомню, требует вывести российские войска с территории ЗАЭС, а также демилитаризировать зону вокруг нее. То есть, это, по сути, означает убрать войска с Энергодара. И только после этого, и лишь через подконтрольную Киеву территорию, украинская власть допустит инспекторов МАГАТЭК ЗАЭС. В этом Украину поддерживает Британия и США. Зеленский сегодня повторил генсеку ООН то, что ранее было озвучено украинской стороной по поводу ЗАЭС. А в Минроссийской Федерации ответили, что создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС является неприемлемым, так как это сделает станцию более уязвимой. То есть, вопрос пока не решается никак. От администрации Байдена прям вот требуют теперь предоставить Украине дальнобойные ракеты, которые бьют на расстоянии до 300 километров. Письмо с таким содержанием Белому дому направили почти два десятка бывших военных и дипломатов. Среди них бывшие командующие силами НАТО в Европе, экс-глава военного контингента США в Европе, а также ряд бывших послов Америки в Украине и еще там подписывались разные специалисты по нацбезопасности. Подписанты считают, что такие поставки Украине могут сорвать наступление России, а также они нужны для поражения военных целей в Крыму. По их мнению, война в Украине достигла решающего момента. И на карту поставлены жизненно важные интересы Соединенных Штатов Америки. И вчера спикер Госдепа Нед Прайс, кстати, ответил на эти призывы. Судя по его ответу, пока у штатов в планах нет поставок таких ракет Украине. Прайс заявил, что это не в интересах Украины, это не в интересах НАТО, это не в интересах Европы, не в наших интересах, чтобы агрессия России против Украины превратилась в более масштабный пожар и чтобы эта война распространилась за пределы Украины, в Европу или потенциально привела Россию к конфликту с НАТО или США. Это никому не интересно. Он заявил, что Киеву предоставляется та военная помощь, которая является необходимой на нынешнем этапе. И что эта помощь успешно применяется для остановки российского наступления. То есть здесь, по сути, если развить мысль Неда Прайса, то вот эта американская военная помощь, она для остановки российского наступления, но не для украинского контрнаступления. Получается так. Если американцы, скажем так, дозируют военную помощь Украине, то Европа ее, походу, уже просто саботирует. Американское издание «Политику» пишет о том, что шесть крупнейших стран Европы за июль не предложили Украине никаких новых военных обязательств. И это такое впервые с начала войны. Полного списка стран, которые уходят в отказ, издание не публикует, но уточняет, что среди них Франция, Германия и Великобритания. Газета пишет, что военные поставки Украине ослабевают как раз в момент, когда речь идет о решающем наступлении ВСУ, и война вступила в критическую фазу. При этом на прошлой неделе состоялась встреча западных союзников в Копенгагене, Дании, по вопросу Украины. Там решили помочь Киеву на полтора миллиарда долларов. Но эта сумма мизерна по сравнению с тем, о чем договаривались на всех предыдущих встречах и конференциях. Почему же снижаются объемы военной помощи? Давайте посмотрим, какие могут быть причины такого поведения. Во-первых, мы уже с вами неоднократно обсуждали то, что военные арсеналы стран НАТО не резиновые. Они не безразмерные. И на большую континентальную войну эти арсеналы рассчитаны не были. Об этом говорят зарубежные эксперты, об этом говорят даже украинские представители. И производство новых единиц боевой техники и оружия в первую очередь сначала будет закрывать потребности самого Альянса. То есть сначала НАТО, потом все остальные. А вот сколько займет все это времени, сначала покрытие потребностей Альянса, а потом все остальные, то есть Украина, никто не знает. Непонятно. Второй момент, это безусловно боязнь прямого столкновения с Российской Федерацией при массированных поставках наступательного вооружения Киеву. В администрации Байдена просто прямо абсолютно говорят о том, что нельзя выводить этот конфликт на уровень Россия-НАТО. Плюс в последнее время в западной прессе все сильнее сквозит сомнение, что эта война однозначно будет выиграна Украиной и никак по-другому не будет. И кстати, если обратить внимание на заявления западных лидеров по этому поводу, то соответствующих заявлений на эту тему все меньше и меньше. А у некоторых они вообще сошли на нет. Ну и конечно же, ввиду масштабного энергетического кризиса, в котором сейчас находятся страны Европы, у некоторых стран появляется желание остановить эту войну, знаете, уже любой ценой. Раз уж не получилось выиграть ее в сжатые сроки, эти самые страны потихоньку уже начинают снова у России покупать газ, нефть. Громче всего, просто в открытую эту точку зрения в Европе выражает Венгрия. Ее премьер Орбан заявил, что Запад не может выиграть войну в Украине военным путем. Большая часть мира демонстративно санкции не поддерживает китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, Арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война положит конец господству Запада, заявляет Орбан. Довольно смелые заявления. Я уверена, что в Украине оно очень сильно властям не понравится. Но в любом случае такая информация у меня к вашему размышлению, друзья мои. На этом у меня пока все. Я уверена, что к завтрашнему дню появится больше информации касательно того, о чем еще общались Эрдоган с Зеленским и с генсеком ООН. И запишу для вас отдельный блог. Чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на наши каналы. Это страна Юэй Ясно Понятно в Ютубе и в телеграм-канале Политика Страны. До скорых встреч. Пока.